Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал синхронного вещания в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». И сегодня мы поговорим об очень интересном и важном событии, случившемся в Москве на днях. Но это, конечно, российского масштаба и, скорее всего, даже мирового. И у меня совершенно потрясающие гости. Сначала два слова о событии. Итак, в столице состоялся финал национальной премии «Цифровые вершины-2019». И встречаем и аплодируем у нас в гостях Елена Догина, академический директор программы Высшей школы государственного управления президентской академией. Признанный международный эксперт в области стратегии, технологического лидерства и управления изменениями. Советник Центра технологического трансфера АТЭС. Ну, в общем, реально величайшая женщина современности, Лена. Я искренне говорю, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну и, конечно, Артем Копнинский. Коммерческий директор компании «Медицинский скрининг системы» проекта «Цельс». Между прочим, проекта, который стал одним из двух победителей в номинации «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности». Ну, подробнее, конечно, узнаем из уст Артема. Артем, добрый день. Добрый день. Спасибо вам огромное. Конечно, спешу поздравить вас с победой. Что она для вас, значит, тоже узнаем, Лена. Ну, а вас, наверное, с успешным проведением этой самой премии. Спасибо огромное. Давайте мы расскажем нашим зрителям и слушателям буквально немного об этой самой премии. В четвертый раз, по-моему, если не ошибаюсь, проводится она в Москве. С 2016 года. Да, организована она президентской академией нашей любимой. Кто еще там задействован, кого еще можно похвалить за это событие? Премия за это время сильно разрослась. Она действительно учреждена в 2016 году российской президентской академией и призвана поддерживать интернет-стартапы и технологические стартапы. И в этом году у нее, конечно, появилось уже больше спонсоров и тех, кто поддерживает эту премию. Это, в первую очередь, цифровая экономика. Кроме того, это Mail.ru, ну и довольно многие другие. Ну, что касается этой самой премии, насколько она важна для государства, для бизнеса, для всех цифровых, не знаю, сервисов наших? Ну, что здесь можно сказать? В первую очередь, что такие премии, они вызваны популяризировать то понятие, которое у нас в стране сейчас называется цифровая экономика. И в целом, наверное, вы знаете, вызывает крайне неоднозначное понимание в регионах. Да. Потому что, конечно, регионы думают, где я, где эта самая цифровая экономика. Когда она сюда еще дойдет до нас. Да, и что она нам принесет. И что да. Потому что, когда мы говорим человеку, а твое место мы цифровизируем, вы понимаете? Очень много волнений на этот счет, да. И премия, конечно, призвана поддержать стартапы российские технологические и дать понимание, что они приносят улучшения не только глобальные, как городу или стране, но и поддержать человека в его ежедневном труде. Вот что с помощью инноваций можно улучшить, чтобы ему жилось и трудилось лучше на его месте. И, конечно, эта премия, она одна из первых российских премий. Она существует уже не первый год. У нее растет количество участников. И если раньше было небольшое количество регионов, сейчас приезжают люди практически со всей страны. Там тысячи и тысячи заявок. Вот они, соответственно, сначала соревнуются заочно, потом очно проходит финал. И если раньше премия существовала самостоятельно, то в этом году она была частью российской интернет-недели. Это тоже очень важно. Потому что во всем мире принято производить такие интегрированные мероприятия, где обсуждаются и software, и hardware, и прорывы, и стартапы. То есть, когда ищется максимальное взаимодействие между всеми участниками рынка. И вот для бизнеса, я хочу сказать, очень важно поучаствовать в таких мероприятиях, даже для того, который очень далеко от цифровой экономики. И тоже понять, как с помощью небольших возможных улучшений, что он может сделать лучше и эффективнее в своей ежедневной деятельности. Кто судьи, хочется спросить, кто те самые члены жюри, которые определяют победителей? То есть, ты так понимаешь, что именно от них зависит решение, да? Ну, судьи делятся на две категории. Первое – это, конечно, представители лучших наших российских цифровых корпораций. Это, конечно, РЖД, Сбербанк, e-mail.ru и, опять же, многие другие. Соответственно, они на разных этапах подсоединяются, разные эксперты, которые уже чего-то добились и в состоянии поддержать эту премию. Конечно, хочу сказать, что фонд Сколкова выступил еще большим партнером, тоже добавил много интересного и поделился своим большим опытом. С другой стороны, конечно, экспертами выступают и чиновники, связанные в первую очередь, соответственно, с цифровыми технологиями. И заинтересованные в том числе, в первую очередь. И заинтересованные в том числе. Вот мы когда говорим о таком понятии, как цифровизация или государство-цифровая платформа, вот сразу возникает вопрос, для кого эта платформа должна существовать. И, конечно, главная задача не выделять здесь главного участника, простите меня за тавтологию, а примирить интересы граждан, бизнеса и чиновников. И только в этом случае цифровизация пойдет успешно, и она будет действительно приносить пользу стране, потому что страна это не какая-то абстракция, это непосредственно люди. Это те, кто, соответственно, кого мы избрали, чтобы управлять государством и бизнес, без которого развитие государства невозможно. Есть ли, вот мне интересна какая-то статистика, что, например, некий регион нашей страны, он наиболее плодовит, наверное, на какие-то очень классные стартапы или очень прикольные IT-решения? Ну, здесь, конечно, можно выделить разные регионы. Это Якутия, в том году Тюмень получила, соответственно, большую премию. У регионов есть несколько номинаций, поэтому сделано специально так, чтобы не один регион торжественно побеждал. Ну, конечно, можно выделить и Нижний Новгород, но одним из законодателей моды уже не только российской, но и международной является Москва, которая нередко побеждает в различных подноминациях понятия цифровой город и Московская область. Ну, а в Москве, собственно, кто это? Тоже те, кто из регионов в большинстве своем, наверное, приехали. Согласна с вами. И так как мы не выделяем самый главный цифровой регион, потому что задача поддержать все регионы, конечно, никакого равенства регионов не существует. И наша задача, еще раз, поддерживать не только глобальные проекты, которые требуют большого финансирования, которые, конечно, интересуется цифровая экономика, а поддерживать в первую очередь маленькие инновации, но чтобы они были из максимального количества регионов. Маленькая инновация. Елена, можете сказать хоть один пример, что это такое? Маленькая инновация. Вот, ну, как бы, премия разделена на различные номинации. Ну, и, например, в секции Smart City в том году принимала участие такой симпатичный проект. Довольно молодые ребята его делали. Это как, когда, ну, очень большое количество аварий, это на неосвещенных пешеходных переходах, там, где нет большого трафика, и водитель не замечает пешехода. И вот, собственно говоря, подсветка должна в определенном образом подсветить, и следующим этапом, возможно, вступить в взаимодействие даже с управлением этого автомобиля. Вот, на самом деле, этот стартап довольно недорогой, но надеемся, что он получит и одобрение, и продолжение. Ну, пока еще никакого там старта не заложено. Во-первых, ну, он уже состоялся. Вот. Второй важный момент, что, как и во всем мире, мы не отслеживаем судьбу дальнейших стартапов, если только они сами нам об этом рассказывают. Потому что задача премии – выделить лучших, их максимально наградить и вдохновить на действия. Дальше у нас принимает достаточное количество спонсоров и инвесторов, которые могут поддержать его или с государственной, или, соответственно, с частной точки зрения. Вот хочу сказать, что я недавно была в жюри такого большого мероприятия, как Вуджо Интернет Конгресс. Это самая крупная интернет-площадка, интернет-форум сейчас в мире, на котором проходит большой конкурс международный. И вот на этом мероприятии… Где проходило, скажите, Вуджо? Вуджон – это недалеко, условно, недалеко в Китае от Шанхая, это интереснейший старый город на воде, и его целиком закрыли. То есть у него практически это главное в провинции мероприятие, в котором, в принципе, содержаются разработчики и предприниматели со всего мира. Так вот, у них, собственно, как это устроено? Кроме того, что голосуют жюри, присутствуют все крупнейшие фонды. И фонды вы можете прямо в режиме онлайн справа видеть, кто из фондов проголосовал, и сколько голосов набрал тот или иной проект. И когда они голосуют, они уже голосуют рублем. И гарантируют, да, что они готовы вложиться в тот или иной стартап. У нас пока этого нет. У нас пока нет, но спонсоров было в этом году больше, и мы, конечно, к этому стремимся. И мне кажется, что вот, ну, кроме этого проекта, да, про который я вам сейчас рассказала, просто чтобы привести пример, да, что это не обязательно, хотя в этом году она победила. Это очень интересный проект, который я давно знаю, наблюдаю развитие. Это интеллектуальная транспортная система города Москвы. Ну, это огромный проект, вот. И понятно, что он получит поддержку. Для нас важно, ну, наградить такие проекты, чтобы была определена, такой бенчмарк сделать, да, что лучшее. И наградить небольшие проекты, чтобы понятно было, что этот проект же может быть интегрирован, да, соответственно, в цифровую транспортную систему города Москвы. Ну, или в этом году очень симпатичный проект представляли. Это интеллектуальных датчиков таких, которые обслуживаются с помощью, соответственно, искусственного интеллекта, который определяет поломки в системе водоснабжения. Так. Вот. И вот, соответственно, это колоссальная экономия, колоссальная скорость. И, конечно, он может быть применен в достаточно большом количестве сфер. И, конечно, сокращение рабочих мест в том числе, да, наверное? Я думаю, что, когда мы говорим о цифровизации, конечно, важный момент понимать, что если наши рабочие места будут на уровне рабочих, то дети будут уезжать, во-первых, из регионов, во-вторых, они будут уезжать из страны. Поэтому, когда мы говорим о рабочих местах, вот у нас все время дискуссия крутится вокруг числа. Мне кажется, цифровизация дает большую возможность стране перейти к пониманию качества этих рабочих мест. Потому что если их много, и они все рабочие, мы будем работать на мигрантов. Причем не на тех мигрантов, которые мы хотим. Если мы вкладываемся в инновационные стартапы, в технологические стартапы, то это естественный контроль оттока молодежи из тех или иных регионов, и в том числе из страны. Паузу сделаем небольшую, и очень скоро продолжим общаться с гостями. Оставайтесь с нами. Продолжается программа, друзья, и мы сегодня говорим о национальной премии «Цифровые вершины-2019». Финал состоится буквально на днях в столице. И у нас сегодня в гостях Елена Дугина, академический директор программы «Выше» Школы государственного управления президентской академии, советник Центра технологического трансфера АТЭС. И Артем Капнинский, коммерческий директор компании «Медицинский скрининг системы», которого мы безгранично и постоянно поздравляем с победой. Потому что проект «Цель» стал одним из победителей. Мы, конечно, подробнее поговорим об этом проекте. Сейчас наберитесь еще немножко терпения. И я хочу поговорить сначала о других победителях, которых нет сегодня в студии, и каких-то интересных номинациях. Елена, сколько победителей у нас в этом году? Мы считаем, что победители – это все те, кто прошли в финал. Это 30 проектов. А, это очень хорошо. Они разделены на разнообразные номинации. Это искусственный интеллект, проектное управление, бизнес-коммуникация, умный город, и студенческие проекты. И в каждой из них был представлен ряд проектов, из которых «Строгая жюри» в финале выбрала лучший. Ну, несколько хотя бы мы можем с вами озвучить как-то, да? Конечно, мы можем рассказать про разные номинации. Мне кажется, что очень важный разговор мы с вами начали, когда начали обсуждать лучшие решения для умного города. Потому что если нам живется неинтересно, молодежи негде работать, и мы понимаем, что мы существуем в каком-то допотопном пространстве, то вряд ли бизнес будет развиваться, инвесторы приходить в это пространство и так далее. И вот проекты, которые победили, про один я рассказала – это городская система видеонаблюдения, городская интеллектуальная транспортная система и городская система видеонаблюдения. То есть это большие государственные проекты, которые победили в этой номинации. Но мне очень понравился проект, про который я вам сказала, это водоочистки. И второй проект – это E-Vision Intercoma проект, который, собственно, создал российскую систему сложной идентификации, мультиидентификации, ключевым которым является, конечно, Face ID. То есть когда с помощью лица вас идентифицируют, вы можете совершать разнообразные действия. Они уже начали работать с различными корпорациями и сейчас пытаются начать работать с государством. Это даже немножко пугающе звучит. Разные, разнообразные, какие-то манипуляции совершают. То есть ладно, если открывается у тебя телефон или хорошо, окей, компьютер там, да, разблокируется. А что еще можно лицом своим оплачивать? Ну, конечно, да. В первую очередь хочу сказать, что весь Китай может заплатить практически или только лицом, или вичатом, что, в общем, одно и то же. Допустим, продается вода на остановках, и вот купить эту воду невозможно ни за наличную, ни за банковскую карту. Не только за улыбку, за красивые глаза. Да, только за улыбку и красивые глаза. В общем, за глаза становится все больше и больше, возможно. И очень интересный проект, и хочется пожелать ему дальнейшего развития, потому что вы, наверное, удивитесь. Но кроме Face ID, во всем мире считается, что прогрессивно, это сейчас PAM ID, то есть когда у вас пальцы, и параллельно еще, когда вы можете идентифицировать ваш голос. А если уже это есть где-то в мире, для чего нам пытаться сделать аналог какой-то? Ну, в первую очередь, нам нужно адаптировать, потому что, как вы понимаете, что в мире существует много программ, которые работают под общим технологией, но под разные задачи. И нам, конечно, под любую задачу его придется доделывать, дописывать, докручивать и так далее. Ну, а во-вторых, понимание идентификации сейчас, ну, это инновационная тема, и мне кажется, что нам здесь есть где прославиться, потому что единой общепринятой комбинаторной системы, как идентифицировать человека без документа, методом его присутствия на данный момент не существует. Да. А это было бы, конечно, с одной стороны, очень даже удобно. Я, кстати, хочу сказать, что мне со мной произошел смешной конфуз, потому что я потеряла VIP-бэдж на этот Вуджин интернет-конгресс. Но если вы видели вот эти горы автобусов, людей, китайцев, перекрытый город, вы бы поняли мое глубокое затруднение, особенно организаторов. И, в общем, в результате дозвонились чуть ли не до генерального секретаря в организации, которая меня привозила, и мне сказали прикладывать лицо. И вот когда я это самое свое лицо приложила, вот, ну, то есть подошла к камере, во-первых, она сразу же меня идентифицировала. Меня поразило, что она идентифицировала не те фотографии, которые могут быть в сети или которые я присылала, а мой последний проход через границу и последний идентификационный пункт, фотография оттуда уже позволила мне принять участие. Вы увидели эту фотографию, но пока система показала. Система показывает двусторонне, да. Посмотрите на себя красиво, да. Если вы еще раз будете проходить границу, вы как-то прическу сделаете поаккуратнее, потому что, видите, мы вас насекли. Да, в общем, ну, конечно, я понимаю, да, что нашим-то как раз ребятам важно сделать еще лучше, быстрее, качественнее и интереснее, да. В этом тоже есть определенный азарт. Мне кажется, еще очень интересная была номинация – это «Цифровой прорыв». Вот там были собраны очень разношерстые, я бы сказала, проекты, которые, кажется, на данный момент жюри и организаторам передовыми. Но, во-первых, я хотела бы отметить проект «Корббот». Его делают очень молодые ребята. Вот, как смеялся мой партнер, а бот этот не может за нас уже работать корпоративный. Работать пока не может, но он очень многое может определять. И меня впечатлило вас, что то будущее, о котором постоянно обсуждаем, потому что, как вы понимаете, умный регион – это предсказание не только погоды и трафика, что уже общее место, но и таких вещей, как карта эмоций. Так вот этот «Корббот» уже наши эмоции отслеживает, отслеживает настроение по тем перепискам, месседжам и то, что мы, соответственно, как у слепок отставляем в сети. Вам уже достаточно страшно, Александр. А дальше что? Это будут какие-то рейтинги. И в выпусках новостей мы будем слушать. «Ну что, Тверская область, плохо вам там совсем живет? Совсем в депрессии находитесь?» Я думаю, что… «Ничего» всегда вопрос. Я думаю, что… Ну, конечно, я тоже вместе с вами пофантазирую. Я думаю, что эта информация важна в первую очередь для того, чтобы управлять регионом. И рассмотрим на примере корпораций. Ну, мы понимаем, что все люди заполняют анонимные анкеты, довольны ли они работой. Ну, конечно, нередко, когда люди все-все цело довольны, но в корпорации огромная ротация, то есть люди быстро уходят. Потому что даже если мы гарантируем абсолютно-абсолютную анонимность, все понимают, что слепок, который ты оставил цифровой, он легко находится. И вот если мы понимаем настроение и эмоции, то гораздо проще добиться, соответственно, нужной корпоративной культуры и нужной эффективности. Да, ну а если про города, я сейчас подумала… А если мы перенесемся в будущее, да, и подумаем о городах и регионах, то, конечно, у нас наше управление, оно тяготеет так называемых hard skills. То есть там кажется, что очень важно открыть завод, новое рабочее место, и это принесет городу много счастья и радости. Это так и есть. Проблема в том, что чтобы изменить расстроение и перебить его, его нужно сначала хорошенько изучить, и не хлебом единым жив человек. Ну, если не завод открыть, то хотя бы отправить туда Егора Кридас концертом и таким образом поднять настроение прекрасным жителям города. У нас вновь небольшая пауза, и мы продолжим. Программа продолжается. Мы продолжаем подводить итоги национальной премии «Цифровые вершины» 2019. Елена Дугина, она как раз рассказывает о очень интересных проектах, которые были отмечены, которые среди победителей. И я так понимаю, что мы не всех отметили, кого хотели, да, и продолжим. Ну, проекта в 30, конечно, все мы не успеем обсудить Александра, но мне хотелось бы еще отметить такой проект, как и «Хаб». Вот, как правило, когда мы все понимаем, что мы скоро превратимся в большую мусорную свалку, общее место, соответственно, что нужно что-то делать с этим мусором, но, как правило, проекты связаны с переработкой. При этом довольно мало внимания уделяется именно культуре. Если, так сказать, во всем мерят всякие обучения, как сортировать, то в России достаточно сложно найти, куда сдать эту лампочку, куда сдать эту батарейку. Это требует невероятного какого-то преданного отношения к мусору, что, конечно, как, кстати, сами организаторы, сказали, это социально ответственные девушки 25-45 лет. Одна беда, что не они всегда выбрасывают мусор. А спутники этих самых социально ответственных девушек. Да, и над ними еще так поняла, что предстоит работать. И проект предполагает софт, то есть это аппликейшн, который вы можете установить и у себя видеть, где ближайший пункт сбора батареек, лампочек, раздельного сбора и так далее. Идея очень простая, но мы ее протестировали уже, соответственно, по QR-коду, но она невероятно удобная. Мне кажется, что вот когда мы с вами говорим, да, конечно, нам нужно строить новые заводы, конечно, нам нужно учиться по-другому сжимать, не только сжигать мусор и так далее. Но и такие проекты в состоянии изменить многое. И они посильные проекты для разработчиков, для небольших компаний. И мы, конечно же, их тоже отмечаем. Этот проект дошел до эфира. Дошел до эфира, да, но, конечно, хотелось бы, чтобы поскорее его внедрили. А здесь никаких сроков пока конкретных мы не можем вести речь. Проект на данный момент существует QR-код, вы можете его уже скачать и начинать пользоваться. Да, надо будет это дело изучить как-то интересно. Артем, ну давайте к вам перейдем уже. Прекрасный город Калуга, компания «Медицинские скрининг системы» и проект «Цельс». Я, конечно, очень хочу, чтобы вы рассказали об этом проекте, потому что он невероятно важен и касается огромного количества людей, граждан простых нашей страны. Что из себя представляет проект? Это, простым языком говорим, это программное обеспечение, которое представляет из себя нейронную сеть, искусственный интеллект, обученная и предназначенная для того, чтобы выявлять онкологические заболевания, помогать врачам выявлять онкологические заболевания, на ранних стадиях. Своего рода система помощи, принятия врачебных решений. Ну, это очень важно. Но я знаю, что помимо того, что вы стали победителем номинации, вы же еще там сорвали какое-то невероятное количество восторга и у зрителей. Просто какой-то там куча комплиментов, и что даже было принято решение в следующий раз сделать номинацию при зрительских симпатиях. Вот как вы это конкретно можете ответить? Я это прокомментировать не могу, потому что нас не допускали в зону жюри. Это, наверное, лучше спросить у организаторов, да, и у члена жюри. Да, я хочу сказать, что в области искусственного интеллекта у нас получилось два победителя. На проект, который представляет Артем, мы получили огромное количество позитивной реакции и, конечно, не могли ее проигнорировать. Что важно? Что премия развивается. То есть не то, что мы придумали эти номинации, они вечные, мы их будем долбить, пока уже они совсем не станут никому неинтересны. Пишите. Мы очень адаптивные. Мы хотим понять, что интересно. Мы работаем с разными прогрессивными компаниями, молодежными компаниями. И если они нам что-то подсказывают, мы с удовольствием это понимаем. И вот в следующий раз, мы надеемся, будет возможно сделать и приз зрительских симпатий, и голосование так называемое народное. Мне это очень мило, да. Ну и, кстати, кто-то же наоборот считает, что вот это как раз главнее премия, когда приз, когда он вручен именно зрителями. Ну, суть разное мнение. Артем, я еще раз хочу обратиться к вам, поговорить по поводу вашей компании. Сколько человек трудится в антенции? В проекте «Цельс». Когда все начинало, проект начинался с четырех человек. Вот. И, собственно, с идеей о том... А как давно это было? Мы познакомились в 2017 году. Совсем другая история была, предмет встречи. Но из этой встречи родилась мысль. Потом из этой мысли коллаборация некоторой этих людей. Потом родился прототип. Прототип появился у нас в 2017 году, который уже на тот период там показал хорошую точность. И было принято решение дальше его развивать. Но это не было никакой заявки извне. Это ваше решение, чтобы делать разработку? Нет, это просто, скажем так, вот так осенило. И мы приняли решение. Давайте попробуем, почему нет. На данный момент в проекте работает 34 человека. Из них 30 человек – это, собственно говоря, отделы разработки, которые работают непосредственно над проектом. Плюс еще, соответственно, врачи. Проект медицинский. Мы не те люди, которые хотим врачам что-то навязать. Наоборот, мы та, скажем так, прослойка, которая соединяет желания врачей, их знания и технологии. Собственно, после этого рождается продукт, который воплощается в жизнь. Вы первый раз участвуете в премии «Цифровые вершины»? Ну, мы совсем молодая, да. Юридическое лицо образовалось в прошлом году. И на рынок мы стали выходить только в этом году. И да, это была одна из первых премий, в принципе. Это неожиданная для нас, которая очень сильно поднимает самооценку на самом деле. Когда смотришь все эти большие списки и компании, которые в них участвуют. Тысячи заявок, да? Да, крупные компании. И мы, скажем так, с такой периферии, да, думаем, ну, там, наверное, все круто, все хорошо. Или куплено все еще, да? Наверное, такие мысли тоже были? Ну, куплено нет. Но признайтесь, были. Сейчас точно таких мыслей нет. Если бы мне задали этот вопрос лет 15 назад, наверное, я бы сказал наоборот. Но сейчас ситуация в корне поменялась. Даже мыслей таких не возникает. И тем не менее, была подана заявка, и совсем неожиданный был звонок, что, да, мы вышли в финал. Это было как раз, не помню, где-то с 1 по 4 декабря, когда я находился на другом мероприятии в рамках «Зимнего острова», который организовывал НТИ университет 2035. Вот. Что было тоже неожиданностью. Но ведь большое количество проектов не отмечаются экспертами, членами жюри, да? И они уже, наверное, там не первый год участвуют в премии, но пока удача не улыбается. Или действительно чего-то не хватает этим проектам? Не доработаны они, Лен? Как вы думаете? Ну, я хочу сказать, что, вот, это, кстати, наше большое отличие от международных премий. Я с интересом встречаю в числе и проектов, и победителей очень крупные, состоявшиеся компании. Например, в одной из номинаций победила «Битрикс-24». Я эту часть вела, и они однозначно были лучшие. Что тут можно сказать? Но, конечно, с «Битриксом» соревноваться непросто, я бы сказала. Вот, что хочу сказать, что эти компании не могут представлять себя просто как компанию. Они должны представлять новые проекты. И мы оцениваем новые проекты. И, ну, кажется, что на то состояние цифровизации, которое есть у нас, здорово, что и они принимают участие, и им это интересно. Ну, потому что, как вы понимаете, Alibaba не конкурирует со стартапами, да? Да. Вот, у нас сейчас немножко другая история, и мне кажется, что здорово, что внутреннее предпринимательство развито, что и у крупных корпораций есть свои проекты. Я, кстати, вот хочу рассказать про проект, который поддержала Mail.ru. Это очень такой спорный, кстати, очень многие проекты, которые мы поддерживаем, они спорные. Студенческий проект, его разработали ребят совсем молодые. Вот наша, и продолжая тему нейронных сетей, наши нейронные сети склонны сейчас блокировать рекламу. Ну, причем, как вы понимаете, все больше и больше мы ищем хитрый механизм, потому что на стандартную рекламу у нас включается блок. Ну, конечно, нет, не в нашей передаче, из-за исключения в нашей передаче. Вспомнила она, что на радио называется. Но что придумали ребята? Что мы пропускаем очень много интересного и важного. И они создали механизм, софт, который может помочь быстро отсмотреть все, что шло в спам. И если вас что-то оттуда интересует, ну, грубо говоря, довольно быстро выбрать интересующую вам информацию. Вот такая штука, как с водой не выплеснут ребенка, мне показалась очень симпатичной, абсолютно новой. Пока непонятно, как применимой, но я, насколько понимаю, что они начнут уже сейчас пробовать внедрение алгоритма вместе с Mail.ru. И я, например, как человек, который получает, наверное, как и вы, тонну писем все публичные люди, вот я бы с удовольствием пользовалась фильтрацией спама, потому что, конечно, туда нередко уходят письма с радио, телевизора и многих других граждан. И такое бывает, действительно. Которые не пользуются особенно корпоративной почтой. Артем, какая дальнейшая судьба у проекта Цельс? Судьба. Судьба. Ну, что дальше? Проект уже как у ребенка. Он должен расти. Зернышко кинули, его полили, сходы дали, сходы понравились. Вот. Не только нам, но и аудитории. Благодаря цифровым вершинам в том числе. Дальше надо его развивать, его надо внедрять в работу врачей, развивать в стране. И если все будет хорошо, выходить на зарубежный рынок. Почему нет? Я вот перед зарубежным рынком, ну, хотела сказать, что конкурс в этом году поддержало много государственных институтов. Это, в первую очередь, правительство Москвы, Департамент информационных технологий, РАЭК, и РУСОФТ, и Институт развития интернета, и Минкомсвязи. Вот есть ли какая-то, была ли какая-то попытка или желание совершить поход во власть немножко с этим проектом? Поход. Ну, собственно, мы на месте-то не стоим. У нас активные пилоты в пяти регионах, да, плюс 12... Ну, пока, Артем, здесь, там, кто надо, кто надо идет во власть уже. Да, то есть мы активно пилотируемся уже, наверное, на протяжении шести месяцев. Есть соглашения с регионами, в том числе и на уровне губернаторов подписанные. Но вот как раз именно на цифровых вершинах ко мне подходили представители одной из коммерческой компаний по поводу встречи и сотрудничества. И с региона, куда я приехал, пытался пробиться с самого начала, да, но, к сожалению, там диалога не получилось. Вот на следующей неделе у нас с ними встреча рабочая, что уже хорошо. Это с Калугой? То есть все очень получится. Нет, нет. Калуга нас поддержала изначально. Да, я очень удивилась. Спасибо губернатору Министерства здравоохранения, который нас поддержал в этом вопросе. Я имею в виду другие регионы. Это же очень трудно, особенно когда общаешься с врачами, они все воспринимают это как скоро будет восстание машин, и все машины у нас заменят. Правда, да? Нам это не надо, да. Но, как бы, повторюсь, нет цели замены врача. Это инструмент, чтобы жизни спасать, чтобы снизить тот самый... Более точно поставить диагноз, сократить время для выявления. Да, да. То есть, ну, чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов вылечить человека, дать ему более продолжительную, достойную жизнь. Такая история. Артем, ну, надо же сказать, что это не единственная премия, которую вы уже в этом году получили, цифровая вершина. Вас заметили много где? Расскажите. Да, за последние две недели они вот с 1 декабря оказались такие прорывные, что для нас тоже было, скажем так, большой, наверное, неожиданностью, да. Мы участвовали в Зимнем острове с 1 по 4 декабря, который проходил в рамках национальной технологической инициативы в Сочи. Вот. Там решение и проект вошел в топ-15 лучших экспертных проектов страны по версии МТИ. Собственно, цифровые вершины – это второй, да, этап. А третий – это вот как такой гвоздь, такой хороший. В том числе организатором мероприятия выступал ДИД Москвы. 13-14 декабря проходил финальный форум итоговый радиологов и рентгенологов России. И в рамках этого форума был организован как раз батл решений с использованным искусственным интеллектом, который можно применять в радиологии. Ну, как сказали, изначально там было 15 проектов. Приглашали все проекты – европейские, российские, китайские в том числе. И они участвовали, кстати, в финале китайского решение одно было. Да, китайцы приезжали. Здорово. Да, да. С самой битвы дошло 4 кампании. И вы в том числе? Мы в том числе, да. Вы победили китайцев? Было 4 кампании, разные номинации. Но гран-при взяли мы. Потрясающе. Даже у китайцев. Мне кажется, это невероятный результат. Здорово, что наши премии становятся и наши мероприятия международными, потому что это же не только кто победит, а это еще и вопрос узнавания друг друга, обучения и интеграции. Но проект Цельсия – это же не единственный проект компании «Медицинские скрининг-системы». Ну, это не единственный проект, который мы разрабатываем. «Медицинские скрининг-системы» – это отдельная компания, которую мы, скажем, родили в своих головах и начали воплощать в направлении медицины и диагностики инструментальной. То есть это все там. Конечно, команда работает, другие ветки у нас идут по направлению промышленности, сельского хозяйства, финтех и так далее и тому подобное. То есть мы пушим все и хотим смотреть и быть полезными со своим опытом, навыками, знаниями во всех отраслях, где это может быть полезно. Потрясающие слова. Я хотела спросить, о вашей команде все в Калужске ребята трудятся? Ну, нет. Нет? Да. У нас, скажем так, можно сказать, интернациональная команда. Главный архитектор наш, идеолог именно разработки ядра искусственного интеллекта. Мы его вернули с Нью-Йорка. Вернули? То есть он уехал? Он уехал, он поучился в Англии, потом уехал в Нью-Йорк, преподавал в Нью-Йоркском университете. Он сейчас получает там докторскую степень и возвращается назад, работает в нашей дружной компании, строит… В Калугу? Ну, не в Калугу. У нас команда разработки, которая занимается именно искусственным интеллектом, сидит в Санкт-Петербурге. Вот. И основные руки там. Инновации животворящие. Да, 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 так происходит. Мы возвращаем кадры, не отпускаем их назад, хотя с кадрами очень большая проблема. А в Калуге другая часть разработки, потому что продукт огромный и он складывается из разных частей. Разный этап разработки есть, но мы одна команда. И ребята вот благодаря цифровым вершинам получили очень нехороший драйв на следующий этап и на следующий год. И теперь прям засучили рукава и наверняка уже есть масса каких-то идей о том, что дальше, к чему дальше приступать, какие разработки брать. Да, да, но это пока секрет. Секрет, конечно. Иначе кто-нибудь сейчас подхватит. Глупый был вопрос, я согласна с моей стороны. Не бывает глупых вопросов, а бывают глупые ответы. Спасибо вам, Артем, большое. У нас небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, мы еще поговорим с гостями. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. И продолжаем наш разговор. Я напомню, у нас в гостях сегодня Елена Дугина, академический директор программ Высшей школы государственного управления Президентской академии. Признанный международный эксперт в области стратегии, технологического лидерства, управления изменениями, советник Центра технологического трансфера АТЭС, бизнес-тренер. Вы же еще какой-то старший преподаватель, где-то за рубежом, блин, да, являетесь? Да, я старший преподаватель Кинстон Бизнес-Скол. И очень этим горжусь. Ну, мы тоже гордимся, что вы у нас сегодня в гостях. И Артек Капницкий, коммерческий директор компании «Медицинские скрининг-системы». Проект «Цель» стал победителем в номинации «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта для повышения эффективности» в премии «Цифровые вершины-2019». Хочу спросить у Елены. Елен, что дальше в вашей чудесной, замечательной работе будет происходить? Ну, если я так понимаю, про меня лично, да, то я... И про вас лично, конечно. И про часть президентской академии, к которой я отношусь. Я так продолжу работать экспертом. И, как вы уже поняли, моя тема – это помочь тем людям, которым пока кажется, что им не хватает ресурсов, начать. Потому что самое сложное – это начало. И найти место для этого начала. И преодолеть вот эту историю, где Роскосмос и где я. Что мы планируем сделать? Я отношусь к Центру развития регионов Российской президентской академии. И мы делаем большое количество программ по развитию регионов. В том числе флагманскую нашу программу «Системный подход в управлении регионом». Сейчас у нас приезжали команды из 85 регионов. И мы проводили обучение, в котором приняли участие более тысячи управленцев. Что они делают? Они сами, при нашем участии, участии экспертов, разрабатывают программы развития регионов. А между модулями их внедряют. И что важно, что в этих программах мы хотим, чтобы хотя бы один проект был связан с инновациями. Потому что если нет инноваций, то мы всегда оборачиваемся в прошлое. А неужели есть сейчас еще такие проекты, если молодые люди приезжают, в которых нет инноваций? Есть проекты такие тяжелые. Они связаны с развитием традиционных индустрий. И, как вы понимаете, открыть технологический проект далеко от Москвы и крупных центров сложно. А у каждого региона есть много муниципалитетов. У него есть много маленьких муниципалитетов. И задача, чтобы там тоже что-то начало происходить. Потому что если мы не будем над этим работать, мы по-прежнему будем обсуждать «Москва не резиновая» и «Как удержать». И вот вместо того, чтобы как удержать, мне хочется сделать акцент на то, как привлечь. И вот, ну, как рассказал Артем, да, что есть люди, если есть интересное дело, то это очень интересно молодежи. Я буду продолжать заниматься региональным развитием, буду заниматься продолжать муниципальным развитием. И мне очень нравится работать на международных программах. Сейчас вот я две недели гастролировала в Китае. И хочу, кстати, сказать, что когда мы все время думаем о международных практиках, мы все время думаем, что наш опыт, как-то мы склонны в нашей стране его принижать. И это совершенно неправда, потому что наш опыт по развитию многородов считается передовым. И в том числе опыт по развитию региона вызывает огромное участие, огромный интерес со стороны зарубежных коллег. По крайней мере, сейчас мы выступили с большим триумфом на крупнейших китайских мероприятиях, но с большим интересом к нашему опыту относится мир. В общем, это довольно открытая структура. И кроме противоборствования, мне кажется, что люди, которые занимаются образованием, экспертной работой, мы должны помочь перебросить этот самый мостики. Не всегда это огромный мост, но маленькие мостики, которые помогут предпринимателям и людьми, занимающимся наукой, найти друг друга во всем мире. Мне очень интересно узнать ваш, наверное, прогноз. Сколько примерно лет нужно нашей стране, чтобы перейти хотя бы на несколько шагов вперед, наверное, пройти в цифровизации? Я думаю, что прорыв возможен достаточно быстро, но это требует большого изменения в нейронных сетях и изменения в подходе. Нам очень важно не отдельно держать цифровизацию и отдельно все остальное, а их объединить. Но я приведу пример к китайской цифровой экономике. Всего три цели. Первая, соответственно, это как с помощью цифровых технологий продвинуть оффлайн или не цифровые технологии. Вторая часть, они все время определяют по эффективности метода. И третья, это лучшие места для нации рабочие. Вот простые три вещи, я не хочу сейчас, уверена, что вы все изучали майский указ президента и цели нашей цифровой программы. Они глобальны, их очень много. И вот, мне кажется, задачей где-то должно появиться это понимание, что цифра это не отдельная вещь. Это вещь, которая должна быть интегрирована в то, что мы делаем. Наш ежедневный труд не только в Роскосмосе, Росатоме и лидерах, но и даже в самом маленьком предприятии. И я думаю, что с этим подходом прорыв возможен быстро. Ну быстро примерно сколько? Давайте прям точно попробуем. Пять лет? Десять? Ну я думаю, что к 25-му году, в котором у нас стоят цели, он несомненно возможен. Да. При том условии, что нормативная и законодательная база в России будет модернизирована. Тогда несомненно. А это когда может случиться, по вашему мнению, Артем? Ну, все зависит от людей, принимающих решения. Воля есть. Люди над этим начинают работать. Мы это видим. Ну, надеемся в самом ближайшем будущем. Дорогие мои гости, с каким настроением Новый год встречаете? Давайте немножко так уже по-человечески поговорим. Хочу сказать, что я уже, так как в президентской академии есть много школ и институтов, то я соединила из больших школ, высшей школы корпоративного управления, уже отпраздновала Новый год, то есть сезон праздника был начат с танцами, песнями. Теперь я надеюсь продолжить шествие снегурочки по просторам Академии. И хочу пожелать всем, чтобы последние две недели мы потратили не только на карпение над отчетами, что мы все делаем, да, и подведением, заканчиванием проектов, подведением итогов, но обязательно уделили внимание друг другу, как друзьям, коллегам, своим близким. Такое человеческое общение, потому что мне кажется, что в мире цифры нам не хватает именно этого самого оффлайна. И вот... Все больше и больше. В том числе с внедрением этих самых цифровых технологий, тем, чем вы и занимаетесь, тоже в том. Я как изначально сказала, что подход, мне кажется, совершенно правильный, это не когда это отдельная вещь, а когда цифра помогает оффлайну, то есть когда она помогает нашим оффлайн общению, просто быстрее найти нужных близких тебе людей, партнеров, компоненты для твоего бизнеса и так далее. Ну да, и сэкономить время на чем-то другом, на каких-то бумагах, каких-то походах, какие-то инстанции, и лучше уделить его личному общению. И мне кажется, что личное общение и качество его, оно, как ни странно, тоже зависит от того, от вашего присутствия в цифровом мире, от новых друзей, знакомых. И хотелось бы, чтобы его было больше. Прекрасные слова, Артем. Ну а у вас, я так понимаю, что там должно быть хорошее настроение и праздничное, потому что столько наград получено. Насстроение прекрасное. Позитивных отзывов положительных. Награды расслаблять не должны, они должны, наоборот, придавать ускорение. Что мы и будем делать, работать дальше. Но с этой работой, наверное, стоит, с нашим бешеным ритмом жизни мы забываем, наверное, от самых близких. Вот на эти праздники предлагаю всем присоединиться и провести их со своими родными и близкими. Ваша компания сколько дней будет отдыхать? Мы всегда в работе. Мы уважаем трудовое законодательство, но работаем мы всегда. И, наверное, каникулы январские будут короткими. Ну, молодцы. Я хочу вас поблагодарить искренне за нашу встречу. Действительно, эта тема очень интересная. И, конечно, нужно гораздо больше времени уделять. Я сейчас себя, в общем-то, так винию и горю, что очень мало, час очень мало времени. Но мы будем с вами встречаться, мы всегда очень рады вам. Поэтому искренне вас благодарю за встречу. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Спасибо за приглашение. С наступающим Новым годом. Успехов вам лично и в вашей программе. Спасибо большое. С Новым годом, друзья. Спасибо вам за внимание. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова